Кадровый вопрос взволновал запорожских автоинспекторов. Ветераны ГАИ обратились к министру МВД Арсену Авакову с просьбой назначить на должность начальника региональной автоинспекции специалиста из нашего региона. Этот вопрос обсуждался и в обл. администрации на заседании общественного совета. К какому выводу пришли участники круглого стола, знают наши журналисты. Кто должен возглавить областное ГАИ? От ответа на этот вопрос зависит не только слаженная работа ведомства, но и безопасность на запорожских дорогах, уверены автоинспекторы. Добавляют, сейчас структура работает без руководителя, а для прифронтовой области считают это недопустимым. Ветераны ГАИ решили обратиться к министру МВД. Просят Арсена Авакова прислушаться к ним и назначить начальником запорожской автоинспекции специалиста из нашего региона. Своими переживаниями представители ГАИ поделились и с местными общественниками. Появилась информация, что до нас хотят направить из другого региона, а в частности из Луганской области, который был заступником начальника ГАИ Луганской области. Наставил час, чтобы мы вернулись. Вернулись не только к министру, а вернулись к нашей громадности. На территории Запорожьей области, в частности в Запорожье, есть такие люди, которые могут осуществлять державтоинспекцию, которые умеют работать. Ветераны ГАИшники объясняют, у региона уже есть негативный опыт, когда ведомством руководили специалисты из других областей и предлагают свою кандидатуру. Хотят, чтобы местную автоинспекцию возглавил Сергей Трегубенко, который сейчас исполняет обязанности начальника обл. ГАИ. Участники круглого стола решили провести общественные слушания, рассмотреть несколько кандидатов, затем обратятся в профильное министерство. В целом, общественники признаются, заставить Киев прислушаться к мнению региона будет непросто. Участники круглого стола отмечают, уже не раз обращались с этой проблемой в столицу, но изменений пока нет. Запорожские общественники намерены составить ряд предложений и вновь направить их в Киев. Хотят, чтобы в стране, наконец, заработал механизм согласования кадровых вопросов с общественностью в регионах.